привет мои дорогие здесь можно просмотреть такую тему почему я не могу его забыть и я буду для вас раскладывать карты которая называется двухсторонняя таро они четко покажут с двух сторон то есть синевую сторону того чего вы не понимаете почему вы не можете его забыть загадайте своего человека своего мужчину или же может быть вы не можете забыть какие-то обстоятельства из вашей жизни которые по одними другим или другим причинам вам мешают это такое классное таро хочу показать вам стол конечно так чтобы было видно карты да и так если вы у себя спрашиваете почему вы не можете его забыть давайте разложим с вами старинный кельский крест на эту тему почему вы не можете его забыть вы у себя спрашиваете и карты ответит вам все нужно будет мы доберем здесь колода рядом основной вопрос почему вы не можете его забыть вот эта карта отвечает эта карта страшный суд можно может называться я называю возрождение или просто суд вот две стороны медали в основном показывает стороны того почему вы не можете забыть этого человека потому что что-то он поднял на поверхность вашей душе какие-то особые переживания вы с ним испытали пережили может быть вы с ним пережили счастье а может быть вы с ним пережили и то и другое и счастье разочарование то есть целая гамма чувств по какой-то причине он всколыхнул что-то может что-то архетипичное родовое в вас что-то всколыхнул такое что никакой другой мужчина то не мог никогда сделать может быть вы планировали с ним семью вот с этой стороны вот так как мы видим это ангел любви вообще-то архангел михаил но тоже ангел любви который был дан вашим отношениям потому что отношения должны были продолжаться продолжаются они или нет это ваша ситуация вы узнаете что будет дальше тоже здесь но мы в основном видим почему вы не можете его забыть потому что в принципе мужчина по судьбе да но карта суд она еще кармическая карта может быть вполне что отношения эти они где-то где-то кармически что такое кармически это значит прошлых жизнях у вас вашей родовой душе и и и у него в его родовой душе уже была подобная ситуация но она не разрешилась она эта ситуация не закончилась не воплотилась то что должно было воплотиться то счастье которое должно было быть не состоялось и вот эта птица кстати это родовая душа да есть кармические отношения кармические любые отношения кармическая потому что мы можем встретить только того кого мы уже раньше знали и или который на нас похож или на наших родных из прошлых поколений и здесь мы видим что отношения могут быть кармические на один или сто процентов но здесь на процентов 50 точно ваши отношения кармические знаете если вы не знаете как работает один вариант по моему методу это вот вариант вроде один а на самом деле их тысячи потому что тысячи людей будут смотреть где-то какая-то деталь сколыхнет ваше сознание или подсознание с одной стороны где-то с другой потом вы это все собираете как свой конструктор мира и понимаете что будет дальше получать себе помощь так что не сомневайтесь один вариант миллион раз лучше потому что глубже расклады получается вселенной не понимает вариантов она понимает символы одни и те же те же но каждый человек по-своему их воспримет это родовая душа ваша она у вас общее кармические отношения поэтому не можете забыть это основная карта атмосфера этот что ее перекрещивает это мы в конце посмотрим а сейчас я посмотрю основание и смотрите руки забили здесь да это девятка чаш так называемая выше карты карты желания выше это желание переводится на наш язык и вот руки забили это вы в полете таком то в полете блаженство может быть вы с этим мужчиной или испытали верховное блаженство или вы надеялись испытать но но не испытали поэтому тоже разочарование найти из такое понятие ожидание разочарование надежды это все одинаковая энергетика не или оправданные или неоправданная надежда но в любом случае надежда сильные были на него смотрите с стороны ведь и он мужчина именно он тот о котором вы сейчас подумали вот вы все свои надежды вложили в одного человека но как говорят что понимаете это не то что мне легко сказать мне тяжело сказать потому что я на вашей стороне я вас понимаю это не то что мне не так легко это сказать но есть такое понятие не вкладываем надежды в другого человека потому что другой человек это другой мир другой космос даже если где-то в прежних жизнях вы встречались кармические мужчина то есть нелегкие отношениях где-то сталкивались ваши характеры есть когда вы сможет ссорились где-то сталкивали сталкивались ваши приоритеты может финансах приоритеты или в бытовых всяких ситуациях что должен женщина отношением что мужчина вот такое все может быть сталкиваюсь сталкивались лобами два характера может вы или очень похожи друг на друга или же очень разные если вы видите друг друга как очень разные люди это скорее всего что на каком-то уровне который вам невидимый вы почти как одно целое очень похожи вот и мужчина по судьбе ну вот по судьбе вот пережить было то что вы с ним пережили я бы сказала и еще десятка чаш почему вы не можете его забыть вынуть его из головы либо он придет назад будет возвращать вас либо вам судьба даст мужчину очень похожего на него тут одно из двух и вот вы вспомните этот расклад и точно это сто процентов будет если судьба вам даст мой мужчину похожего на этого но другого это чтобы вы были с ним счастливы если с этим не получилось так получится с новым до десятка чаш это карта семейного счастья в принципе вы по судьбе друг другу вы встретили чтобы быть счастливы вместе счастливыми вместе и поэтому вы не можете забыть его вынуть из головы потому что вы интуитивно чувствуете что мужчина вам дан был судьбой для счастья смотрите что с обратной стороны с обратной стороны это это вы только вы понимаете вот эта карта очень классная если с лицевой стороны это вы с ним обнимаетесь вы с ним помирились потому что радуга то есть примирение у вас все хорошо очень многие проиграется что с ним помиритесь но с обратной стороны вы видите что любовь к нему это вот любой к себе и может быть вы себя не любите настоящей любовью преданное Может быть, вы себя любите такой любовью, немножко как в кривом зеркале. Так вас научили любить себя, и вы к себе, может, придираетесь, не уверены во многом. Что-то там связано с вашими самоощущениями, потому что как вы любите себя, точно так вы любите его. И у него точно такая ситуация есть, это есть кармические отношения. У него точно такая же ситуация, как он любит себя, вот он, видите, в этой чаше человек, это он или вы, подобная ситуация. Так он и любит и вас. Он по-другому, и вы по-другому, вообще человек не может по-другому любить другого, только так, как он научился любить. А учимся любить мы в детстве. Кто хоть не хочет это слышать, все не хотят слышать, все хотят, чтобы отношения улучшались, но не понимают, что нужно что-то с этим сделать, со своим самоощущением. С этого нужно начинать, никак без этого нельзя. Я вижу, что у очень многих будет продолжение отношений, они будут счастливые. Но вам нужно начинать с себя. Как вы любите себя, точно так вы любите его, так вы к себе придираетесь, или он к себе придирает, со собой недоволен, и ничего не может поменять, может вредные привычки, и не может поменять. Вот так он и к вам относится. Теперь я смотрю, что еще в ваших отношениях, они точно кармические, да? Такая карта, девятка мечей. Уже две девятки проигрались, видите? У нас есть девятка щааш, это ваше с ним общее, общее целое, которое есть в будущем. Ну и вместе с тем, столько уже есть того, что сказано было неправильно, плохого, что распринялось неправильно. Потому что, понимаете, если он вас уже обманывал, у вас к нему доверие пропало. И, например, когда вы сомневаетесь в чем-то, что он вам говорит, он бесится. Но вы не виноваты, у вас к нему пропало доверие, потому что, ну вот как камешки, да, добавлялись, добавлялись в этот кувшин с водой. Он, может, говорил неправду просто так, потому что таким образом он общается сам с собой, он сам себе неправду говорит постоянно, постоянно сам себя обманывает. И он привык так общаться, и по мелочам, там обманул, здесь обманул. И вот эта мечевая карта, он обложен этим обманом неосознанным. Или же словами резкими неосознанными. Он обложен, и его дорога к вам, она как бы, знаете, вот такая очень скользкая, острая и опасная. Потому что он опять может сделать то же самое, опять может сказать лишнее, он опять может не выполнить обещания и так далее. Он хочет вернуться, но его обложили эти, обложила его ложь, может быть. Это не то, чтобы предательство у некоторых, но не у всех. Это даже не предательство, а просто вот не может не соврать. Просто так. Бывает так, вот по этому раскладу, потому что две девятки, что мужчина таким образом доказывает свое превосходство. Что, мол, вот я соврал и выкрутился, да? Как, например, урок не выучил, как в детстве, да? Да, и выкрутился, сумел, ну, двойку не получить, никто не узнал, что списал. Ну, я пример привожу только, что он вот как научился в школе выкручиваться, или у родителей обмануть их, да, и так далее. Или еще где-то, может быть, на работе. Ну, он как привык, вот выкрутиться для него, это как победа, что ли, выкрутиться. И он когда вам говорит неправду, это не то, что он хочет что-то скрыть. Ему, в принципе, нечего скрывать. Я не вижу здесь других женщин вообще. Не проявилась никакая другая женщина. Ему нечего скрывать, он просто как бы любит этот кураж. Я выкрутился. Так. И я вижу тоже двойку меча. А это что? Ну, ссоры были, потому что вы были правы, а он знает внутри, что вы были правы. Ну, а возмущался он, скорее всего. Ну, вот просто возмущался и все. Потому что здесь он хочет к вам прийти, он хочет написать, он хочет встретиться. Смотрите, что сзади. Видите? Сзади вроде бы и нет мечей. Мечи у него впереди. То есть он может уже, ну, как бы, что значит он не злится? Главное, чтобы вы, ну, как бы, не обижались больше на него, да? Но он не видит, он не помнит, допустим, может, ссоры, может быть, кто-то вмешивался, или обстоятельства какие-то были. Потому что сзади у него нет мечей, они только спереди. То есть впереди он видит препятствие, и препятствие в нем самом заключается. Он виноват. А здесь двойка меча говорит, что вы чувствуете, ну, что уже, может, вы обмирились и ссорились опять, да? Это задняя сторона карты. Вот ее передняя сторона. И, в принципе, эти мечи, они такие с вашей, ну, вот у него опасные, как такие живые, да? Опасные, острые. А у вас это как не мечи, а как какие-то волшебные палочки. Одна розовая, такой красивый, пудреный, розовый цвет, а другая такая, как у меня куртка. Такая, морской волны. Так как волшебные палочки эти мечи на самом деле. Ну, потому что, может, вы ему прощали многое, или, может быть, вы готовы опять просить, потому что чувства еще есть. Но если я посмотрю сзади, я увижу солнце или полную луну. Я могу здесь предсказать, что на полнолуние, может, произойдет встреча, на полнолуние, скорее всего. Это какое-то откровение, что ли, да? Это может быть и солнце, и луна. Если это луна, то это полнолуние. А если солнце, это не то, что мужчина солнца, но вам хорошо с ним было местами, и вы эти места хотели бы продлить каким-то образом, да? Здесь, смотрите, вот если так смотреть, то так сзади вас молнии, а у него сзади ничего нет. Вы не можете ему простить те обидные слова или те обидные поступки и так далее. Может быть, у кого-то треугольник, у кого-то какие-то неполадки или же какие-то качели. Вы ему не можете простить этого всего, потому что сзади вас молнии, тучи, такое все. А у него сзади, смотрите, ему нечего вам прощать, вы ему не изменяли. Я здесь не вижу измены с его стороны. Может, и была, но не проявилась здесь. Я не вижу здесь измены. Может быть, он уже не изменяет, но измены я не вижу. Но я вижу, что у него сзади, вот он как бы спокойный был. Может, это вас избесило, да? Когда вы ему в сердцах объясняли, что не так, что вы хотите поправить в отношениях, он как бы и ни при чем здесь был, вот. И то, на что вы смотрите, это солнце или полная луна, это тоже своя личная жизнь. То есть вы с надеждой смотрите на будущее, а он думает, что от вас придет, ну, опять какая-то ссора, может быть, да? Вы с надеждой смотрите, вы, может быть, ждете его звонка или письма, а он медлит по той причине, что думает, что вы его, например, не простите. Здесь может быть такой вариант. Я решила сделать такой небольшой расклад, чтобы, ну, посмотреть, да? И теперь дополнительная карта, которая как бы всю масть перекроет, да? Называется, как по-народному, если сказать. Напомню вам атмосферу, это возрождение. Вот эта кармическая карта, которая меня на карму указала. И вот карта Шут, Шут говорю. Ну, наверное, Шут тоже здесь хотел проявиться, в духе вышел, да? Это карта маг. Мужчина этот, да, действительно, он не только кармический, он тоже по судьбе. Потому что маг перекрывает суд, понимаете? Суд 20-й аркан, а маг 1-й. И после карты суд только одна карта еще есть. Это карта мир. То есть у вас будет мир общий. Потому что если 20 плюс 1, будет 21. Поэтому карта мир, она вышла здесь в духе. И она говорит, что у вас еще будет мир. У очень многих проиграется, что возродить ваши отношения возможно. Вот тот кармический урок, все кармические трудности, вы уже их прошли, можно сказать, да? Поскольку карта мага вышла. Это не другая женщина. В общем, я не вижу здесь этого. Я вижу притирку характера. Может, и у кого-то и была, или намек на измену, или была измена в прошлом. Потому что мы здесь такой вопрос не задавали. Мы задавали вопрос, почему вы не можете его забыть. И причина здесь ясная. Есть еще любовь. Во-первых, у вас есть любовь к нему. Во-вторых, у него есть к вам. Вы друг друга чувствуете. Потому что карта маг говорит, что все еще возможно. Возможно волшебство. Волшебство – это когда между мужчиной и женщиной вот это получается. Да, все. Вот это волшебство между вами вообще было возможно первоначально. Поэтому здесь и девятка чаш, как бы и он, и вы. Удача была, счастье. Руки забили, когда встретились, и он, и вы были очень воодушевлены. Это встреча. Но потом оказалось, что есть такие сложности, есть такие преграды, другие преграды. Но все-таки я вижу, что эту карму уже как бы отработали, можно сказать. Что только отработали карму? Когда поняли, осознали, что это не ваши долги, а долги ваших предков. И отработанная карма, что думаете это? Это ритуал сказать, просто своими словами, самый лучший ритуал. Сказать предкам, что вы не можете больше проявляться через мою жизнь и мешать мне жить. Они хотят вашего тела. Они что-то не доделали, какие-то дела не доделали в этом мире и хотят проявиться. И сказать им, что не работает это больше. Они уже на этой земле не активны. Они активны в небесах, но не здесь больше. Они могут быть хранителями вашего рода. Или же просто не мешать, я бы сказала. Если это кармические предки, они просто должны быть не мешать. Потому что хранитель рода – это обычно предки, которые не кармические. Хорошо, что маг вышел. Маг говорит, что у многих очень будет продолжение. И теперь, когда вы опять встретитесь, судьба сведет. Вот вы уже все прошли эти трудности. Вот the point. Зачем опять делать то, что уже прошли. Впереди возрождение, впереди трансформация отношений. Это карта суд. Трансформация и переход на новый уровень – это очень хорошо. И оба старших аркана вообще классно, да? А я еще хочу напомнить вам, что это общий расклад. Я делаю только общие расклады. Каждый получит помощь, каждый что-то для себя услышит. Но на общем раскладе я бы сказала, что у очень многих проиграетесь. Какие-то мошки летают уже вечер. Вы знаете, почти у всех проиграется, что мужчина свяжется с вами. И вы будете оба искать возможность связаться с друг другом. И вам, да, судьба другой шанс. Но у некоторых проиграется тоже хорошая ситуация. Что если не этот мужчина, так ищите мужчину, где-то на него похожего, но не такого. Потому что судьба даст где-то похожего, а где-то совсем другого, с которым вы будете очень счастливы. Потому что когда на отношения выходит карта маг, вы еще испытаете самое настоящее, самое чудесное женское счастье. Здесь четко дается вам такой ответ. И я уверена, что у вас все будет хорошо. Вы знаете, на этих раскладах, на этих картах, вернее, получается интересные расклады. Они очень говорящие. Это на мой взгляд. А как на ваш взгляд, я узнаю только по вашим комментариям. Так что пишите, родные друзья мои. Таким образом мы с вами общаемся. Кстати, дно колоды или лицо колоды, карта солнца. То, что сказала, так и есть. Вы еще точно будете счастливы. А я вас люблю, обожаю. Вам и вашим родным счастья. Желаю. Стихами заговорила. И я знаю, что мы еще обязательно увидимся. Пока-пока. Пока. Пока.